1.01 Кожаный мир С вами Варчик, в этом видео хочу вам рассказать про новую ветку, которая у нас будет в игре мир танков, думаю что она будет около нового года появится у нас в игре, максимум может быть ее до весны дотянут, но обычно весной любят тестировать на песочнице какую-то дичь лютую, по типу перки 2.0, какие-то дурацкие новые режимы или механики, а вот в районе нового года новая ветка будет смотреться в самый раз. В начале декабря марафон на прям танчик, потом новогодний патч, ангар, елка, там плюшки от елки и так далее, коробочки само собой. Ну и под все это, где-то там, либо до, либо после нового года, было бы неплохо увидеть новую ветку. Я уже из боевого попуска потихоньку чертежи набираю на китайскую нацию и буду сразу качать китайские тяжи. Не знаю, буду ли я качать прям каждый танк по очереди или просто за чертежи сразу зарашу десятку. Честно говоря, в игре прокачка душная, зачем этим заниматься непонятно, выводить танки в топ уже не особо интересно, поскольку бои не ламповые, не позиционные, не медленные. Да и когда покупаешь каждый танк в ветке по очереди, серебра уходит больше, чем ты сразу купишь один танк десятого уровня и все. Но с другой стороны, как узнать, какой в ветке танк хороший. Для этого нужно на них поиграть, либо посмотреть, как кто-то на них играет. Поэтому будем думать. Теперь поговорим про десятку. Называется она БЗ-75. Это тяжелый танк, у которого есть одна новая механика, да и в принципе на этом фишке не заканчивается. Еще у него на выбор два орудия. Этот танк находится еще на супертесте, он будет изменяться, поэтому особо заострять внимание на параметрах, на циферках, на секундочках. Смысла особо нет, поскольку оно все меняется. Если следить за изменениями, там оно еще настраивается и очень сильно меняется. Вот допустим, давайте поговорим про новую механику. Ракетные ускорители, которые включаются и имеют время действия. Заряды у ускорителей ограничены. Так вот, то их было 4, то 6. Видим, что танк настраивается, поэтому сколько-то там их будет. Но прикол в том, как это все работает. То есть вот у нас есть медленный тяжелый танк, у которого максимальная скорость 35. И удельная мощность там какая-то тоже есть, как у тяжа, не сильно большая. Мощность двигателя там то ли 800, то ли сколько, я не помню. И 4 или 6 зарядов этого ракетного ускорителя. Мы включаем ракетный ускоритель. И предположительно 10 секунд. Пока я еще не знаю точно, сколько там настроят и сколько секунд оно будет ехать. Возможно, на разных уровнях будет разное количество времени. Грубо говоря, у нас 4 заряда, допустим, по 10 секунд. На 10 секунд мы включаем, и максималка у нас не 35, а 50, 53 там написано. И удельная мощность 2000. То есть наш танк 10 секунд прет просто как бешеный. И так мы можем за бой сделать там раза 4. Плюс-минус посмотрим, сколько это будет, когда этот танк выйдет. Но все эти 10 секунд мы не сможем танком управлять. Он просто прямо эти свои скоростя показывает. И смешных моментов, наверное, будет много. Поскольку вот, допустим, захотели мы кого-то заторанить. Нажали эту ракетную ускорялку. Мы во врага врезались. А потом что, мы будем дальше куда-то там лупить еще сколько-то секунд. На мой взгляд, задумка следующая. Что они нужны на перетяжках. Когда нам нужно ехать далеко. Менять фланги или в атаку ехать, чтобы успеть. Либо же, если мы наоборот убегаем. В такой ситуации понятно, зачем они нужны. Чтобы быстрее преодолеть большое расстояние. Но что будет происходить в рандоме. Это будет, наверное, смешно. Когда челики будут не вовремя ее нажимать. Или неправильно ей пользоваться. Я прям хочу посмотреть, что будет происходить у танкистов с этим танком. По поводу орудия. Их два. Обычная, классическая, как у тяжа. Наподобие объекта 705А. А второе фугасное. По поводу обычного орудия. 650 альфа. 258 пробития ББшкой. 319 пробития кумулем. 90 пробития фугасом. У 705А тоже 90 пробития фугасом. Не у каждого тяжа такое пробитие фугасом обычным. 90 это не так уж и мало. По жопе кому-то или в мягкий борт пробить можно. Точность 0.4. Сведение 2.7. ДПМ 2.300. Вообще нищий ДПМ. Но у того же 705А ДПМ 2.100. И точность 0.44. А у нашего танка нового китайского, в отличие от старого советского. Точность 0.4, а не 0.44. Также орудие вроде опускается на 8. Грубо говоря, орудие больше, наверное, будет похоже на орудие, 60 ТП, но альфа 650. У 60 ТП 750. Но у 60 ТП точность 0.38. Сведение 3 секунды. Короче, получается у нас орудие что-то между 705А и 60 ТП. Понять бы еще, что там со стабилизацией. Если она нормальная, то вообще ок. Что касаемо фугасницы, 1600 альфа, 75 пробития. И голдовым хэш фугасом 1050 альфа, на 550 меньше. И пробитие 225. Точность тоже 0.4. Сведение 3 секунды. ДПМ 3.200. Но 3.200 ДПМ вряд ли вы будете показывать, поскольку это надо прям пробивать. Вроде как лоб башни бронированный. Но лючок сильно похож как у ВЗ-55. Массивный, кругленький. Я думаю, возможно его будет легко выцеливать. Но колледжен модели я еще не видел. НЛД также большое. Ну и вроде как щучий нос. И толстые борта с экранами. В общем и целом, что хочется сказать. Одно орудие обычное, но более комфортное, чем у некоторых старых танчиков. Очередная фугасница, уже не помню какая по счету за этот год. Этих фугасниц в этом году напихали столько, что бумажные танки просто уже душно на них играть. Они и так задушены перком, который быстро снаряды меняет. Фугасы прилетают только так. Ну и ракетные ускорители. Жирным тяжам это наверное в самый раз. Поскольку не хочется на посредственном комфорте орудия экономить. Ставить там какую-то турбину, чтобы быстрее по карте ездить куда-то успевать. Хочется поставить все на орудие, поскольку оно такое себе по комфорту из-за большой альфы. Но и хочется ездить успевать по карте. Здесь самое главное, как танк забалансит. Если на этих ракетных ускорителях можно будет прожить без турбины. И можно будет спокойно все поставить там на комфорт орудия. Либо же закалочку поставить. В общем и целом, танк может быть как и сильным, так и слабым. Все зависит от того, какие циферки ему нарисуют. Видим, что на супертесте их пока что совают туда-сюда. Но что-то новое и свежее в рандом может добавиться. Что именно? Ускорение боев. Поскольку когда жирный танк по карте быстро перемещается, это бои точно не замедлит. Да, возможно в каких-то ситуациях, если фланг прорвали, тяжелый танк сможет на этих ракетных ускорителях переместиться и задефить другую сторону. Что в принципе невозможно без каких-либо там ускорений успеть на медленном жирном танке. Но с другой стороны, с другой команды, наоборот, чел может успеть туда, куда не успел и сделать бой еще быстрее. В общем, это работает в две стороны. Но этим нужно будет еще грамотно пользоваться. Оно не бесконечное. И можно сделать еще и себе хуже, наверное, если нажать не вовремя. Я не против новых веток, пусть будут. Контентов в этой игре для рандома не так уж и много. Боевой попуск покатать, отметки понабивать, до серебришка пофармить, если не нравится в линии фронта его фармить. Особо больше и делать в рандоме нечего. Все остальные развлекухи находятся где-то там, вне рандома. Пишите в комментариях, как вам такие нововведения. Будем следить за этими новинками. Ну и когда это выйдет, поговорим подробнее. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok